Ситуация, конечно, очень неприятная. Она началась неприятной быть еще, начиная с 8 часов вечера, с 9, когда начали поступать первые результаты по участковым избирательным комиссиям. Ну, например, у меня есть такие адреса, я же очень много провожу время во дворах с жителями. У меня есть адреса, где я знаю буквально всех. Подъезды, дворы, жители, проблемы. И когда я знаю, что здесь полностью подъезд шел голосовать за меня, и дом практически весь шел за меня голосовать, вдруг я получаю, ну, условно, там, Золотышевскую 50, Замуралева 190. Вы понимаете, что это невозможно. И люди сразу же отзванивались, когда узнавали результаты, и начали возмущаться, что происходит. Я думаю, что, к сожалению, как бы мне это неприятно было говорить, но мне очень трудно остановить людей, потому что мне предлагают какие-то там пикеты, митинги. Я абсолютно не сторонник таких вещей. Но, конечно, будут определенные разбирательства. Я уже направила обращение в прокуратуру, в обл. сберком. Я буду направлять обращение, сейчас готовлю в другие силовые структуры, потому что, ну, дело не во мне. Дело не в том, буду я депутатом, не буду. Дело в прецеденте. Самое интересное, конечно, началось в ночь подсчеты голосов. Как я уже сказала, значит, до этого были карусели, были вбросы, результаты получены неадекватные. Но когда начался подсчет голосов, там еще стало интереснее. Даже несмотря на все вбросы, я лидировала. Но потом, когда мои противники увидели, что я лидирую, начались множественные пересчеты. С грубейшим нарушением ситуации, я вам скажу, я сейчас буду это представлять ФСБ, прокуратуру материалов, у меня они есть на руках. Когда мы получили один протокол, уже заверенный, с печатями подписанный о результатах, вдруг председатель УИКа объявляет пересчет и заполняется другой протокол с уже совершенно другими показателями. Если в первом я лидировала, причем значительно, то во втором у меня вдруг исчезает, например, 60 голосов. Ну, все понятно. Все это мы будем в следственные органы, в соответствующие структуры передавать. Дальше лучше. Дальше пошли председатели УИКов, которые после того, как УИК закончит подсчет, они должны бюллетени в УИКе опечатать, вернее запечатать, заклеить, потом опечатать, поставить печать и привезти в ТИК, в территориальную избирательную комиссию. Так вот, это был вообще какой-то, знаете, зазеркалий, когда я увидела масса вот этих женщин, а в основном были женщины, это представители наших образовательных учреждений, которые шли с мешками вообще открытыми. То есть они приходили, я понимаю, туда вкладывали все, что угодно, потом запечатывали и уже потом будут считать. Более того, мы и еще один кандидат, господин Котельников Валерий Владимирович, мы просто поймали, по сути, на месте преступления, дам, которые на наших глазах запечатывали и ставили на наших глазах печати. Это вообще нонсенс. Спрашиваю, почему так? А вот пока мы везли, печать стерлась. Значит, мы вынуждены были вызвать полицию. Закончилось тем, что к утру у меня осталось из моих преобладающих 170 голосов 6 голосов. Вот просто в наглую голоса украли. Ну и кроме того, задерживали выдачу протоколов. Я вам должна сказать, что до сих пор итоговый протокол мы не получили, несмотря на то, что средства массовой информации, в том числе федеральные, объявили о моей победе. На самом деле на руках у меня протокола нету. А для чего затягивали? А для того, чтобы пока нет протокола, можно подавать всякие жалобы. Чем и воспользовался господин Мурылев, принеся жалобу на, так сказать, что там были какие-то недочеты в организации, там где-то стулья не там стояли, не так было видно, и потребовал пересчета. Пересчет будет сегодня в 14 часов.